Сигнал пришел, все. На проводе Росгвардии они подтверждают, сигнал получен. Исправность тревожной кнопки в 11-й татарской гимназии, как и в других школах, проверяют ежедневно. Есть и соответствующий журнал. Кнопку тревожной сигнализации проверяли. В течение двух минут Росгвардия в полной копировке у нас доходит до гимназии. К тревожной кнопке прилагаются и вот такие компактные пульты. В школе их два. Всегда под рукой у вахтера и дежурного учителя или администратора. У этого радиус действия 100 метров. Подозрительный пакет или посторонний, обо всем сторож, обходящий территорию, может мгновенно подать сигнал. Тревожными кнопками сейчас оснащены все школы и детсады Казани, однако многие технически устарели. Кнопка тревожной сигнализации у нас установлена в 2013 году во время капитального ремонта. Сейчас уже мы планируем поменять на более современные GSM устройства. После трагедии в 175-й гимназии на предмет безопасности проверили все школы и садики Казани. Оказалось, почти в трехстах оборудование работает нестабильно или радиус действия пультов слишком мал. Сотрудники Росгвардии отошли на максимальное удаление от здания и сделалась тестовая сработка кнопки. Кнопка не сработала. Наша совместная работа перевести всех на GSM. То есть это более стабильно. Телефон отключили, значит получается учреждение не под охраной. А у них защищенный канал связи GSM, поэтому глушилки на него не действуют. Современные системы, которые установят в школах, не зависят ни от телефонной связи, ни от электричества. И даже на расстоянии полутора километров сигнал пройдет. К новому учебному году тревожные кнопки модернизируют в 200 школах и детсадах. Из городского бюджета на это выделили 7,2 миллионов рублей. Еще почти 3 миллиона на пульты большой дальности для 95 учреждений. Подрядчики должны завершить работы за месяц с момента подписания контракта. Таким образом все слабые зоны в городе закроют.